А Тэзи Цуань часто говорят, что он труден для понимания. Это практика взаимных противоположностей и парадоксов. В классике говорится, что для того, чтобы двинуться в одном из направлений, сначала надо двинуться в противоположном, а также преодолевать твердое мягкое. Подобной буддистским и даотским философиям глубокая практика Тэзи Цуань не извиняется за свои непонятные уму противоречия. Чтобы стать бойцом, нужно усердно тренироваться и быть амбициозны в практике, хотя амбиции являются препятствием глубокого развития во внутренних искусствах. Упрямые, амбициозные ученики, страждущие достижений, не способны принимать предлагаемое тонкое обучение. Однако у тех, кто слепо следует, не подталкивает себя и не проявляет настойчивости, достижения будут также небольшими. Чтобы развивать Тэзи Цуань как боевое искусство, нужно сначала забыть о поединках и сфокусироваться на развитии внутреннего. Чтобы развивать здоровье и внутреннюю сторону Тэзи Цуань, нужно сохранять внимание на боевом применении в структуре и визуализации, чтобы направлять энергию в соответствии с ним. На более продвинутых уровнях, когда практикующий уже не может не использовать движения внутренние для развития полезных боевых навыков более высокого уровня, нужно забыть о внутреннем и сосредоточиться на практичности. Можно сказать, что вначале идет обучение внимательности, чтобы объединить ум, тело, дух и энергию. После того, как они объединились, эта внимательность уже не нужна. Только тогда Тэзи Цуань из гимнастических форм, преподаваемых в фитнес-клубах, станет грозным оружием и принесет действительно пользу здоровью. Мне хотелось бы вернуться к истории создания Тэзи Цуань. Китайский генерал 16-го столетия Ци Цзэ Гуан впервые систематизировал многочисленные сведения о боевых искусствах и кодифицировал известные приемы Ушу, описав 32 наиболее эффективных, в числе которых были удары руками и ногами, коленями и локтями, захваты и болевые приемы. В основу методики Ци Цзэ Гуана легла концепция соединения всего лучшего в одной системе, имеющей важное прикладное значение. Генерал впервые определил, что именно кулачный бой Цуань Фа является истоком всех боевых искусств. Только в совершенстве овладев движениями руками и тела можно перейти к работе с оружием. Ци Цзэ Гуан призывал начинать изучение основ кулачного боя совладения базовой техникой — зыбэньгун. Одинаково серьезно подходить к изучению комплекса формальных упражнений Тао Лу и к участию в поединках. Китайским военачальникам были подробно изучены различные способы использования в бою 14 видов усилий, связанных с положениями тела и дыханием. Комплекс боевых упражнений Ци Цзэ Гуана включал в себя не только методику ведения тренировок, но и продуманную долговременную систему подготовки бойца. Именно эти принципы легли в основу Таи Цзэ Суань мастера Чэнь Вань Тина. Мастер Дин Минье является весьма ярким образцом мастера Ушу нашего времени. Обладая глубоким пониманием Ушу, воспитанный великими мастерами, он сам является многократным чемпионом Китая по Ушу Туэ Шоу, учителем спортсменов, не раз завоевывавших чемпионские титулы. Его движения легки, красивы и очень опасны. Прекрасное чувствование соперника позволяет ему молниеносно проводить приемы, опрокидывать противников, превосходящих его весе и росте. Глядя на него, начинаешь задумываться о тех стереотипах, которые часто бытуют в умах адептов Ушу. Что такое медленное и быстрое? Где источник силы, скорости и мощи? И каково оно, настоящее боевое искусство? Я применяю Шаолин Цуань быстро. Хочу отметить, что в Шаолин Цуане основными аспектами являются стойки. Это значит, что не умея стоять, человек не сможет правильно выполнять техники, удары руками и ногами. То есть, если человек не знает содержания, он не может определить характер, стиль. Заниматься шаолинским кунг-фу, значит много времени проводить созерцание, понять внутренний смысл, глубоко проникнуться, как будто посмотреть на свое тело с небес, а потом уже приступать к изучению. Шаолинское гунг-фу начинается изнутри человека. Есть различные упражнения, а тренировки могут быть как быстрыми, так и медленными. Это делает Шаолин Цуань очень удобным. Вы тренируетесь так, как вам нравится, так, как позволяет вам возраст. Занимая Шаолин Цуань, вы не только занимаетесь спортом, но и познаете себя, свой внутренний мир. Стиль монастыря Шаолинь берет начало в храме Шаолинь, а исток Шаолиня — буддизм. Там обстановка очень спокойная, поэтому появившийся там стиль ушу не может быть варварским, диким и грубым. Все зависит от того, как вы им управляете. В занятиях ушу все зависит только от вас, вашего возраста, состояния, здоровья, настроения. При тренировках вы должны соблюдать основные принципы стиля, правильно выполнять технику и способы дыхания. Главное — это трудиться, и тогда ваши занятия дадут результат. На самом деле, любым стилем можно заниматься как быстро, так и медленно. Это зависит от индивидуальности и возраста человека. Например, в Шаолин Цуань можно делать движение быстро, силой, а можно медленно. И все это будет правильно. Некоторые практикующие Тадзи Цуань верят, что тайцзи должен быть только мягким, расслабляющим искусством и никогда не должно использовать силу. Практика Тадзи Цуань таким образом в действительности дает только частичную пользу для здоровья, но при этом значительно теряется польза для боевого искусства. Вставая в пару с мастером Дима Нинье, отчетливо понимаешь всю несостоятельность этих заблуждений. Его искусство, внешне красивое, мягкое и на первый взгляд совершенно не опасное, является настоящей наукой по причинению боли. Тадзи Цуань, явно или неявно, отличаясь от других боевых искусств, также использует множество ударов руками, ногами и другие приемы, которые требуют мощи и силы в любом боевом искусстве, таким бы особенным не был метод применения. Практика твердого без мягкого – это просто грубое применение силы, но мягкое без твердого – это иллюзия для практикующего боевого искусства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но нужно понимать, что такое мастерство невозможно добиться, учась по книгам и видео. Для него нужно найти своего мастера. Между мастером и учеником должны установиться отношения полного взаимного доверия. Вера учителю особенно важна на первых этапах обучения, когда адепп постигает азы боевого искусства и не понимает смысл многого из того, что он делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Своим ученикам могу сказать, что учиться надо с самого основного. Даже старые упражнения надо выполнять хорошо. Если закладывать прочный фундамент, то и здание будет стоять прочно. Если они сами захотят стать учителями, надо подходить к этому всем сердцем. Учеников воспитывать без оглядки на то, чей он ученик в прошлом. Чтобы стать учителем, надо дойти до вершины, знать дорогу, по которой ты поведешь ученика. Иначе твое мастерство и твой дух будут несовершенны, а твое искусство ложным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиция предписывает хранить боевое искусство от глаз случайных людей и считает ушу проявлением особой работы духа, а не мастерства к кулачным бою. С точки зрения старых мастеров, высший смысл ушу заключается не только в знании приемов, но и в возможности спонтанного отклика на происходящее событие. В европейской традиции это называют интуицией. Например, человек, отрабатывающий на тренировках способы защиты в стандартных ситуациях, при любом нападении сможет отразить атаку незадумываясь, поскольку обрел высшие понимания и умения. Для успешного постижения секретов ушу необходимо беспрекословное исследование словам и мыслям наставника, выполнение упражнений без лишних вопросов. Это совершенно естественно для китайского менталитета, так как один из наполагающих принципов воспитания в Китае до сих пор остается принцип сыновей почтительности – сяо, предполагающий безусловное подчинение младших по возрасту или по положению старшим и неукоснительное исполнение их распоряжений. Подражая мастеру, его движениям, жестам, ученик постепенно обретает созвучие с его внутренним ритмом и незаметно внешней имитацией уступает место воплощению мастерства в сознании ученика. Даря наставнику, ученик с искренним доверием относится к изучаемому стилю. Даря наставнику, ученик, 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 уч